Добрый вечер! Мы продолжаем наш урок в 29 главе и того, что нам уже было сказано, что наши проблем, проблем нашей Бейнуни, этого великого неординарного человека, но еще обычный человек, он неправедник, есть у нас проблем с ним. Он жалуется о том, что у него чувства нет. Нет чувства. И поэтому он просит у Рэбе совет, как вернуть к себе чувства. Из-за этого ему говорит Рэбе, что написано в книге Зоар, «Дрова, которой нельзя зажигать ее». Что надо делать? Разделить ее по кускам, на мелкие куски. Конечно, порубать. Конечно, могли сказать, тогда бросай в большем огне. Найди больший огонь, который может и его съесть. Да? Или других советов, которые нельзя переломать, которые не включаются перелом и отрублением вот этих дрова. Раздробление этого трава. Но мы говорим о человеке, о Бейнуни, который у него вот это и есть проблема. Нету больше огня. Он находится в таком состоянии, что что есть, то и есть. Что нет, то и нет. Он говорит, в моем состоянии, как я могу зажигать обратное чувство в моей душу? То ему говорят, надо раздробить дрова. Надо переломать свой «я». Почему свой «я»? Потому что твой «я» – это животная душа. Животная душа – это клепа. А клепа – самое главное, которое она чувствует, что она есть. Что она авторитетная. Что она есть. И для того, чтобы ее переломать, надо ее унизить. И когда ты будешь ее унизить, она от тебя отойдет, и обратно ты почувствуешь. Где мы видим такого? Дам вам несколько примеров. Когда мы читаем свиток Эстер, и напоминается имя Амана. Что мы делаем? Топаем, решим. Не слишком много честа Амана. Мы же что хотим? Что они будут упомянуть вообще имя Амана. А вместо того, что они будут упомянуть имя Амана, мы его вспоминаем каждый год. Уже два с половиной тысячи лет. И каждый раз, когда он появляется в свитке, мы начинаем шуметь, топать ногами, хлопать ладони. Да, и дети там праздник целый устраивают. Это вроде бы не то, которое было задумано, нет? Так зачем такой праздник устроить из-за него? Если мы хотим его забыть. Если мы что-то хотим забывать. Что надо делать? Не вспоминать. Естественно. А мы не так. Наоборот. И это не только в свиток эстер. Когда мы читаем, кстати, перед Пурима, его праздник Пурима, и когда это своем очередное, в главе втору, о война против Амаликетян, и повеление Всевышнему, которое входит в 613 заповедей, стереть память Амалек. Представляете? В пяткинижке Тору, самый ценный Тору, который у нас есть, Тору из слова, вот, как надо вести себе его Гааа. Это вечная Тора. Какая у нас заповедь, стереть имя Амалек. Как стереть? Написано. И что мы делаем, когда мы читаем имя Амалек? Почему? Надо понимать, что такое Амалек. И когда мы говорим Амалек, мы говорим, решит Гоим Амалек. Первый от всех народов. Кто такой Амалек? Он был внук Эйсава. Внук Эйсава. Он первый из всех народов. Но были еще намного раньше, даже после потопа. Наверное, у Шем было много детей, у Ефет было много детей, у Хам было много детей. Еще намного раньше, чем Амалек. Что это за первый народ? Первый народ. Первый Амалек, это означает, что он корень клепа. Гордость. Корень клепа – это гордость. Я. Поэтому, как он влияет, охлаждает. Да ты что такой довольный от себя? Нет, есть я. Я тут главный. Зачем тебе туда ходить? Зачем тебе учить того? Зачем? Успокойся. Это приходит откуда? Гордость. Что надо делать для того, что унизит гордость? Стереть что? Стереть вот этого гордость. Что надо делать для того, что ее стереть? Унизить его. Как унизить? То под ногами. Шуметь. Это не не говорить. Если не говорит, а он ест, какая разница уже. Мы не говорим, что его нет, его есть. Может быть, народа Амалек, мы не знакомы сейчас, кто именно от него. Есть. Написано, что если кто-то ненавидит евреев без причин, есть всяких причин. Находит одной причина, вторая причина, третая причина. И в связи с причиной так и ведут себя по отношению с евреями. Хорошо. Но есть ненависть без причин. Ну, например, последнее, которое мы видели, это у немца. Ненависть без причин. Не важно, какая причина. Это дошло до того, что Гебблес говорил, что у нас проблем. Каждый немец считает, что партия права в том, что евреев негодяй. но каждый из немцев знает ход один еврей, который он считает, что он другой. Нет. Все такие. То есть, это безмозглый ненависть. Он вообще какой-то, вообще никакой. То есть, если мы встречаем безмозглый ненависть, без причин, то есть, там нет, нет причин. Знай, что это из потомких Амалек. Вот он такой был. Вот ненависть без причин. А? И есть не столько. Да, конечно. Сегодня мы видим это у иранцев. Ненависть. В общем, что вы хотите? Израиль где-то там, выйдь где-то там. Что вы хотите? Куда вы лезете? Зачем вам лезть туда? Нет. Им нужно стереть Израиль. Ну, зачем? Ну, нужно им. Им это нужно. Нужно им. И все. То есть, Ярден уже смирилась, Египет смирилась, Сирия смирилась, Ливаня смирилась, все смирились, Саудская Ара, все смирились. Они еще хотят стереться. Безмозглый положение. А? Без причин. Вот это Амалек. Что надо делать, для того, чтобы ее уничтожать, не считаться с ней. Унизить ее. Вот это и есть решение. Не считаться с ней. Унизить и не считаться с ней. Есть рассказ, который об этом очень красиво описывает, вот этого, как надо относиться к ним. Он был очень известный праведник, Реборух из Межибуш. он был внук в Алшан Тор. Он был великой праведник, очень большой. Один из его учеников, один из его хасидов, он был, его работа была делать образование. Ну, как у нас, Гесенович. Делать образование. Мой. И однажды, он ушел из одной города обратно в Житомире. или в Межибуш. По пути он, он был уставший, по пути он чуть-чуть заблудился в лесах, тогда было очень много леса, как сегодня, косите. То он очень был уставший, голодный, увидел дом посередине леса. Это была или охрана леса в основном, или уже такими, которые лучше не связываться, он как-то осторожно дошел. И на удивление, там были бородатых серьезных евреев, сидящие вокруг Тальмуда, учат Тору. Он зашел внутри, просил воды, просил покушать, они покормили его, начали его учить с ними. Он видел, что они такие великие люди, великие мудрецы. Они ему рассказали, много чего нового. И когда он хотел уходить, они говорили, уходи, конечно, если тебе надо, но обещай нам возвращаться к нам обратно. Конечно. Конечно, почему нет? ушел. Когда он дошел к... Я забыл, когда это было, Межибужи, Лежитоми, и хотел заходить к его ребе, он не хотел его принимать. Выгнали ему, когда он начал отправлять людей, уточнить, что он такой вандилов, почему так? Почему такое отношение? Ребе отвечал, что ты был связан с клепотом. Вот этих людей, которые были в лесу, это были представители клепот. Что вы думаете, что они какие-то казаки? Они тоже такие бородатые. Они тоже умеют читать Тальмудом. Достаточно хорошо, лучше, наверное, чем я. И ты принимал от них и знания, и да, и ты связан с ними, я не могу с тобой встретиться. Он начал плакать, он говорит, а я не знал, как исправить это? Ну как исправить? Иди к ним обратно и скажи им, кричи на них, что мой рабе сказал, что вы никто. Вы никто. Он конечно сразу говорит, ты пойми, ты начнешь это говорить, если ты не будешь выдержать этого испытания, ты останешься у них на веках. Это бесповоротное положение. Опасно. он очень хотел, как Ребе говорил, пошел туда, они приняли его с почетом, и каждый раз, когда они обратились к нему, он говорит, вы никто. кто? Сначала они обратились внимание, но это повторилось один раз, второй раз, третий раз. Они начали говорить, а как ты говоришь, что мы никто? Посмотри, какими. И они начали показать ему всяких чудеса, всяких разных проявлений, которые обычный человек не видит. Мы говорили с этого клепота это ангели, не очень хорошие ангели, но ангели, они что-то умеют делать. И каждое проявление к нему внимания, он говорит, вы никто. И они усилывают своих влияния на него. Он говорит, вы никто. Кто вам такой говорил, что мы никто? Мой рабе. Рабор из Межи Божьем. Это житомер. Они говорили ему хорошо. Давай делим так. Мы открываем сейчас наши книги. В этой книге написано каждый человек, который нас обогашал, хоть какой-то задний мысль неправильно принадлежит нам, какой-то маленький неправильный разговор, он принадлежит уже нам. Он нас обогатил. Если мы найдем хоть что-нибудь из твоего рабе, ты принадлежишь нам и никуда не уйдешь. А если нет, мы тебя освободим. Начали перерить, ничего не нашли из раба из Межи Божьего. Он был настолько чистый человек, что никогда не было ни мысли, ни речь, который рабов из Межи Божьего хоть что-нибудь был привязан с клепотом, как мы говорили в прошлый урок про праведник. Увидели и поняли, что зацепка нету, и все равно начали его убедить. И теперь каждый раз, когда это Моэль повторил «Вы никто», кто-то из этого дома исчез. пока не исчез из самого дома. Что это за рассказ? Вообще такие рассказы, когда рассказывают о определенных хосеях, они произошли. Были причины, по которым они произошли. Они произошли по испытанию одного человека или определенные обстоятельства. Были причины. Но это произошло. Почему именно ему было все видно по-настоящему? А когда он говорил, что вы никто, это по-настоящему исчез. Потому что это есть суть клепа. Что такое гордость? Это ничего. Я чувствую себя, я такой. Кто ты такой? Когда ты говоришь человеку, который наполнен себя, ты никто. Что он начинает чувствовать? Никто. То есть это кто-то, это никто, это ничего, это ноль. Ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль это ноль. И вот это было учение к этому хосит. Когда вы считаете, что клепот это что-то, имейте в виду, это ничего. Он выглядит красиво, он умеет говорить замечательно, он может сотворить какие-то чудесные вещи, это ничего. И это наше Бейнуни должен понимать, что он, кто это он? Он это и есть животная душа. Вот эта животная душа, ее чувство, какое чувство? Я это ничего. и для того, чтобы избавить из этого вмешательства в его жизни, в его развитии, к его чувству, что он должен делать? Унизить ее. Унизить ее значит унизить себя. Теперь надо понимать, как это унизить себя. И здесь надо очень хорошо и внимательно понимать. Человек, который не уверен в себе, это не скромный человек. Этот человек должен идти на мозгоправ, к психологу и получить помощь. Человек, который считает, что он глупый, он не унижает себе и лишает себе вопрос с животной душой. Ему нужно идти еще раз к мозгоправ, какой-то психолог хороший, который поможет ему. Мы говорим сейчас о настоящий вопрос. Когда мы говорим о унизе себе, это поистинно что-то в себе, которое поможет тебя освободиться. Надо понимать, что это за унижение, зачем меня унижать себе. Это же нехорошо унизить себе. Что такое унизит, который меня помогает? Как можно унизить себе и помочь себе? Вот здесь надо понимать. Мы продолжаем читать на русский перевод, русский язычный перевод, 165 страница, я читаю нас в этом языке. Но в Бабе Ноне в Треть что правид никак мегавари листо правид диктован божествен в ней душа. Абе Бабе Ноне маяхар шем ахусу и ацмусу шел непеш хию нисабе миш месит Рехо аммел бешес бедом и бсори ло и непах латойв хри и и хо ада ма Цмей пас кашто Животная душа не стала правильной, не стала чистой. Кому она принадлежит? Ситраха. Другой стороне. Клепот. И она и есть сам человек. Он и есть животная душа. Он и есть клепа. Что такое «тахли сарихук»? Что такое «тахли сарихук»? Есть ли «делико»? Есть ли «близко»? Я ближе к Шафутинске. И делок от Мендела. Это далеко или это недалеко? Ну, если говорить, допустим, от моего дома, я дольше от моего дома. Максимально далеко. Как это понятно? Максимально далеко. Ну, другая галактика, наверное, есть еще дольше галактика. Что-то... Есть такое очень умное объяснение, простое объяснение, человеческое объяснение. Когда я нахожусь здесь, и за мной будет стоять другой человек, и мы будем каждый поворачивать спину друг к другу, мы максимально далеко. Потому что нас объединяет, нас разъединяет весь земной шар. Мы не близки спиной. Мы повернули друг к другу спину. То есть мы сами далеко, которым можно быть на этой планете. Другим словом, в этом есть смысл. Это не просто шутка такая. Это максимально далеко. Это значит, я в другую сторону, я в клепот, а он в божественности. Вопрос не в близкость. Это не вопрос о километрах, или о метрах, или о миллиметрах. Я здесь, ты там. Как ты говоришь, другая планета, это не просто другая планета. Это другой разрез в жизни. Это в божественность, а это в клепот. Все, это разные вишни. Это разные плоскости. Абсолютно разные. Витахли сарихук. Кто витахли сарихук ма-шем? Кто такой далеко от всевишнему? Это в обе-нули. Конечно, когда он одевает филин, он соединяется всевишнему во время одевания филин, никто не отрицает. Но кто он такой? Он сам, вот этого физионома, кто она такая? Абсолютно другая, чем божественная. Почему божественность? Это божественность. А он, клепот, он абсолютно другой. Вот это нужно понимать. Это порог к той унижению, которую человек должен унизить себе. В чем унижение? Не унижение, что ты тупой. Ты тупой, это не унижение, это обозвать человека. Это просто переломать его. Не вопрос, а тупый и умный. Ты не есть божественность. Божественность – это другой, а ты – клепот. Того, что не может сказать о себе праведник. Потому что он кто? Божественная душа. Он уже не другой. Он уже в этой планете. Он в объединенной планете. Теперь он очень низкий, а это очень высоко – это другое дело. Но когда я в клепот, а Всевышний – это Всевышний, ну то какой близность может быть? То есть это ворота всего надо понимать. Что Бейнони должен понять? Ты кто? Ситрааха. Ты кто? Клепот. Ты другой. Ты не божественность вам? Ситрааха. Соори… Сегодняnu, как он говорит, дает ответ на бэйну ниддаказательство. Коя хамисаве, шебенавшу, каббэмис, Иохэйл гамкэн нисавес. Илэдвурим, хо асурим, шем негэд рецэйны и изборать. Аткуда тибья этазн'ац? Потому что твой животная душа может хотеть что-нибудь, которое запрещено. Может захотеть. Может хотеть. Как она может хотеть такое? Потому что она в клепот. Если она была божественной, она бы не хотела такого никогда. Управедник не хочет ничего, кроме божественности. А мы хотим все, кроме божественности. Все. Вот это не нарушено, не имеет никакого значения. Ты кто? Где ты принадлежишь? Куда ты принадлежишь? Принадлежишь вот туда. В другую сторону. Говорит Ребе. Никогда у него нет желания бествовать. А желание в априори подумать об этом. Вот эти мысли ему не противны. Они не противны. Он наслаждается ими. Не противны ему. И поэтому вот эта вот точка что-то значит за унижением. Убазе и паэтаму и ваэтам. Угоруа, умешукотц, уметой ов. Йоисаме, баалеха им, атмеям, вешкотцим, варимосым канал. И ваэтам он нежий, хуже, грязный и отвратительный. Больший, чем некошерный животных, тараканы и прочее. Почему? Кмойши косов, ваанахи сайлаз, валаиш, как царь Давид говорил. Я червяк и не человек. То есть, почему он хуже них? Мы говорим, еще в трактатах вот нам говорят, что когда человек что-то не делает, как Всевышний говорит, что надо сказать ему? Афилу етушкот, Бог. Даже комар, а? Сделан раньше тебя. То есть, там написано так. Почему человек был сотворен последний на то, что он будет рожден уже готовый для него мир? И, что когда он нарушает что-нибудь, которое ему говорят, говорят ему, ты даже последний после комар был сотворен. Что такое комар не угодил нам? Чего не комар? Чего не хуже, чем муха? Чего комар? Что такое плохой комар? Комар никогда не дает отход. Он всасывает, пока лопнет. Плодят него никакие. Никакого польза детям. Он только себе. И еще, и еще, пока не лопнет. А? Это хуже выражения эгоиста. Самый в еврейских общин, самый плохой, что могло было быть вообще среди еврейских общин, это жадность. Жадность. Человек, который не способен кто-то давать. Об этом очень много рассказов, очень много. Я расскажу интересную историю, несмотря на то, что касается суда, это понять, как нельзя судить просто так человека. Есть очень известный хосид, посланник Ребе, и большой знаток в Тору, который живет в Лос-Анджелес. Он глава ищи в Лос-Анджелес, с ровин шоихат. Он не знает, он живет, это сих пор. Я его. Слышали его несколько раз. Один из его талантов, он не был много талантов, один из его уникальных талантов, Он хорошо, хорошо, досконально знает христианство, и была на то причина, несколько раз он был вынужден поспорить. Ребе был очень против вообще споря с христианами, очень против, очень-очень против. Это никому не надо. Первая история евреевского народа – пролитая кровь за спори с христианами. Потому что всегда было решение, когда евреи поспорили с ними, и не получилось у них казнить его. Это было позже. Он что-то не только говорил про Иисуса, и все, и до свидания. Так часто было. И были погромы из-за этого, особенно в Киеве, в Украине, в России было несколько случаев, в Ватикане было безмирное количество. Очень много. Поэтому зачем? Никому не дает ничего. Но, тем не менее, иногда были вынуждены. Например, мы орали из Прага. Был большой спор по покрыванию королем Чехословакии, тогда это было. Он был не очень религиозный человек, король Прага. Священники очень ругались с ними из-за этого. У них было огромное влияние. И они видели его дружбу с моралом из Прага и очень ревновали. Они заставили королом устроить дебаты. А король знал, кто такой морал из Прага, не знал, кто такие они. И с большим удовольствием, с наслаждением. Он это не просто позволил, а делал цирк. Собрал много людей, поставил противостояния. И он их разгромил полностью. Но, впоследствии, морал из Прага должен был исчезать из Прага на 15 лет. Это было опасно. Просто его спалили. Ну просто. Сказали, что он что-то благохульство. И все. Любили. Рамбан очень известный. В своем времени у него есть книги, споры о Ватикане. И еще раз. Почти его казнили, и он сбежал. И было так много. Зачем? Но иногда вынуждены, им надо. Ну и все. Однажды к нему поступило приглашение в Ватикан. Это в Равин Шайхат. Произносит речь перед новой священником. Еще не до священника. Еще по учениям. Да. Но он знал, что Рэбе такого не хочет. Зачем? Оно никому не надо. Но он самовольно не решает такие вопросы. Отправлял к Рэбе вопросам. И на удивление Рэбе отвечал, да, едете. И Рэбе писал ему. Он сам умеет строить своих речей. Не нужно ему писать каждое слово. Он писал ему тема, о чем говорить. Рэбе говорили ему, что ему нужно говорить о заповеди Даку. И обязательно рассказать историю про Тосфот Йомтов. Тосфот Йомтов. Есть такой, он главный раввин Краков. У него Йомтов Хелер. Йомтов Хелер, так его звали. Он известен Тосфот Йомтов, потому что это был комментарий на Мишну. На 6 книги Мишны. Очень известный комментарий. Очень важный комментарий. И он похоронен. Тот, который поедет в Краков, увидит его мигины. Это удивительно. Смотрит их кладбуши в Краков. А что за история? История была в том, что один из общин в Кракове. Один из членов общины. Был очень богатый человек. Очень богатый человек. Сильно богатый человек. И как он был богатый. И настолько, что он был богат, настолько он был жадный. Ни гроша. Никогда никому не гроша. Это дошло до абсурда, что люди, когда шли в улицу через его дом, они плюнули. Вообще ненависть это было. Никому никогда не гроша. И когда этого еврея умер, хотели его унизить, публично унизить. И когда похоронили его, написали на его гроб, Исраэл, так его назвали, Исроэл. Исроэл Гой. Исроэл не еврей. Гой. Гой вообще, люди не понимают. Гой это нация. Мы выражаем. Мы евреи. Гой. Одного народа. И других это Гоим. Других народа. Выразились на него Исроэл Гой. Типа не еврей. Приближается субботу, четверг, после его смерти. И начинают поприходить все бедняками Кракова, Кребе, жаловаться, что им не дают еда. Я бы не понял, что такое. Что завалились сотни людей. Что такое? Пошли не знаю, где были. Они говорят, не знаю. Мы ходили к Маснику. Вот это, и это, и это. И они дали нам бесплатно кусок говядины на субботу. Мы шли в магазин. И это магазин, и это магазин, и это магазин. И нам дали там вино, халу. Мы шли купить свечи у того, у того, у того. Не дают. Они перестали нам давать. Мы приходим к вам. Помогите нам, потому что мы будем голодать в эту субботу. А это сотни евреев. Он вызывает Масники, торговцы и говорит, что такое, что случилось? Нам никто не обещал платить. А прошлая неделя? И все молча. Нет. Прошлая неделя. Все молча. Это, слушайте. Я главный ровень города. В моем силу Тору я приказываю вам рассказать мне причину. И любая запрет вам это рассказать, я лишаю. Я решаю этот вопрос. В большой ровень есть такой силы. Они говорят ему, что вот этого Исраил, по клатву, они просто дали ему клатву возле света Тору. Дали им приказ, что они дают бесплатно, вот, всех этих бедняками, это сотни людей. И каждое воскресенье они приходят с расчетом, и он погашает полностью. Все, что в зале, он погашает. Он умер. А сейчас никому погашать. Ну, вы представляете. Конечно, от того, что писали унизить вот этого еврея, это было с разрешения ровена, это не было просто так. А теперь он понимает, что этот человек не просто что не был жадный, он был великий. И не хотел получить ни одного спасибо, ни от кого, никогда. И взял клатву от каждого из продавцов, которая держалась десятки лет. Десятки лет. И все думали, что все, что он вообще никакой. Все. Рабин очень испугался. Взял вся пшину. Они зашли туда, на кладбуши, просили у него прошение. Есть такой определенный обряд, как просят прошение у мертвеца. И гравировали на Мегилу Исраэль было написано, Гой было написано, Кадош Великий. Исраэль Гой Кадош. Почему именно жадности это символирует так сильно грубость? Почему приходит жадничать? Потому что это я. Мое. Вот это корень клепа. Это я. Говорит Рабин Бейнон, ты думаешь. Ты просто переборол действие. Но ты кто? Ты это клепа. Ты это я. В этом твое унижение. Ты хуже комар. В чем? В том, что ты не божественный. Да, ты такой сотворен. Но это причина чувствовать унизом. В чем унижать? Унижать свое чувство я. Ругаться и говорить. Почему я так чувствую? Это же обман. Это же неправда. Почему я такого чувствую? Откуда такая наглость у клепа почувствовать, что она есть мимо Всевышнего? Откуда эта наглость? Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо.